Катерина Бондарева студентка Штеровского энерготехникума. Учиться в Европе она тоже хотела бы, поэтому считает такие мероприятия полезными. В этот раз Катя приготовила доклад о здоровом способе жизни и физкультуре. Я сегодня буду рассказывать здоровый образ жизни и физическое воспитание, вклад Украины и Евросоюза в общественное общество. Отлично. Мне кажется, нужно общаться, выходить вот так. Это очень познавательно. Многие, которые приезжают сюда, не спикеры, могут узнать много чего интересного, нового для себя. Вместе со студентами и школьниками на конференции присутствовали специалисты Управления молодежи и спорта. Они пытались сравнить, как организованы учеба и досуг в нашем городе и городах Европы. У нас уже побывали на видеоконференциях учащиеся учебно-воспитательного комплекса номер 2 города Вахрушево, учащиеся 19-й школы, это город Меусинск. Приезжали представители города Петровска, но так, чтобы охватить практически территориальную громаду. Учащиеся и студенты наших профессиональных учебных заведений. Очень интересно, очень познавательно. У нас каждая конференция проходит на высоком подъеме, потому что интересная тема, интересные собеседники, всегда очень много вопросов. Разговор получился четырехсторонним. Краснолучане общались с Луганским центром последипломного образования, свободным университетом в Мюнхене и украинской студенткой в Варшаве. Речь шла о принципах равенства, справедливости и демократии, возможности учебы в Европе и молодежной политике. Я все-таки хотела бы учиться в Европе, а потом приехать сюда с новыми знаниями, с какой-то высокой квалификацией, работать здесь, в Украине. Эта видеоконференция – последняя из запланированных в проекте, поэтому участники задали накопившиеся вопросы и подискутировали на многие темы. Помогла организовать общение Центральная городская библиотека. Ирина Куйбеда и Игорь Мухин. Новости, телеканал Луч.